домашнее вишневое вино это просто бесподобный по вкусу напиток и сколько людей бы его не пробовали большинство сходится на том что оно одно из самых лучших вин тем более домашнего приготовления ну а так как в вишневой косточке есть ядовитая синильная кислота то перед использованием вишни на вино их нужно удалить поэтому я сегодня вновь поделюсь своим вариантом очистки вишни в большом объеме то есть для вина и заодно напомню все этапы его изготовления и так самым первым делом определяем пропорции исходного сырья и сразу же скажу за себя что я предпочитаю десертное сладкое вино и поэтому в моем рецепте на 1 литр сусла я добавляю 300 граммов сахара а необходимый объем ягоды зависит от ее сочности например в моем случае из 25 литров вишни получилось 15 литров чистого сока также напомню что ягоды мы не моем так как на их поверхности находятся дикие дрожжи а так как сам вишневый сок он очень концентрированный то мы его обязательно разбавляем водой в соотношении примерно 1 к 2 то есть в моем случае получается что на 15 литров сока мне нужно будет добавить примерно 30 литров воды а так как у меня всего две емкости по 25 литров то я добавлю чуть меньше литров так 25 чтобы в итоге получилось 40 литров то есть по 20 в каждой банке и самым первым шагом и как раз таки получаем из вишни чистый сок и для этого в этот раз я буду использовать обыкновенный миксер в кухонном комбайне для чего порциями загружая ягоду в чашу и прокручиваю ее с минуту за это время венчик разминает ягоду в кашу но косточки при этом остаются абсолютно целыми затем я эту вишневую массу отбрасываю на сито помешиваю ее там ложкой и сцеживаю чистый сок в кастрюлю а остатки мезги прямо с косточками временно размещая в другую емкость далее когда уже отжали всю ягоду то берем эту мезгу с косточками заливаем ее чистой водой и еще раз процеживаем через сито стараясь как можно по максимуму взять с нее остатки сока причем количество добавленной воды уже учитываем как часть из общего объема который нужно будет добавить в сок и вот можно сказать что изготовление сусла это наверное самый хлопотный этап во всем процессе изготовления домашнего вина так как в дальнейшем нужно будет проявить лишь немного терпения уделите некоторое время недолгим процедурам примерно раз в месяц ну а когда уже все готово то эти вишневые остатки выкидываем а в будущее вино добавляем первую партию сахара затем накрываем кастрюлю марлей и ставим его на сбраживание на три дня ну а теперь еще раз о пропорциях на 15 литров чистого сока я добавляю 25 литров воды в результате получаю 40 литров сусла и на такой объем вина всего мне понадобится 12 килограммов сахара который мы будем добавлять дробно то есть частями например три раза по два килограмма в каждую бутылку ну а в целом алгоритм действий для изготовления вишневого вина он абсолютно одинаковый как и для любого вина это самый первый этап который мы уже прошли получение сока второе это изготовление сусла это сейчас как раз таки мы и делаем 3 это уже выбраживание сусла затем снятие вина осадка и наконец очистка и выдержка самого вина поэтому чтобы не повторяться ссылки на видео где я очень подробно описывала все эти этапы я закреплю в описании и комментариях к этому ролику а сейчас очень кратко заострю внимание на самых ключевых вещах например сусла в открытой емкости должно изготавливаться не более трех-четырех дней так как если оставить его дольше в открытом состоянии то сок превратится в уксус ну а для того чтобы он быстрее забродил то его нужно периодически перемешивать при этом сама емкость должна стоять в темном и теплом месте а вот появление кисловатого запаха и такое едва слышимое шипение это и есть сигнал готовности сусла то есть это значит что процесс брожения пошел поэтому мы снимаем образовавшуюся шапку и ставим его под гидрозатвор ну а сам гидрозатвор он может быть как покупной так и самодельный хоть даже та же медицинская перчатка кому как удобно а вот емкость обязательно должна быть стеклянная и заполнена не более чем на две трети от общего объема так как нужно обязательно оставить пустое место для углекислого газа и пены оптимальная же температура для брожения домашнего вина это градусов 20 22 это очень важный критерий так как ниже 15 градусов брожение просто остановится а если же наоборот перегреть сусло то дрожжи просто погибнут в недобродившем материале в целом вишневое сусло бродит примерно около двух трех месяцев и в процессе брожения дрожжи постепенно осаждаются на дно вино при этом осветляется и постепенно приобретает плотность а выделение углекислого газа при этом прекращается поэтому в этот период если пузырьки из гидрозатвора не выделяются значит нужно добавить сахар в итоге когда прошел весь этот необходимый период времени и вся норма сахара уже полностью добавлена а гидрозатвор в течение нескольких дней не пускает пузырьки и при этом еще сусло осветлилось и на дне образовался рыхлый осадок значит снимаем вино с осадка слитая вино конечно же сразу не будет абсолютно прозрачным и поэтому для того чтобы оно осветлилось это нужно будет сделать несколько раз минимум раза три и с интервалом примерно в месяц кстати на тему как снимать вино с осадка я тоже делала отдельное видео где подробно подробно описывала весь этот процесс так что проходите по ссылкам ниже и смотрите все нюансы ну и наконец ориентировочно в марте мы снимаем вино с осадка в последний то есть третий раз разливаем его по банкам прямо до самых краев закрываем крышками и вывозим на хранение в прохладный подвал а уже летом мы открываем новый дачный сезон и пробуем уже вызревшие и настоявшиеся вино из собственного прошлогоднего урожая то есть суммарно по времени от момента сбора урожая и до полной готовности вина у нас уходит примерно месяцев девять причем замечу что со временем она только улучшается на вкус оно получается просто изумительное такое очень ароматное с легкой горчинкой и слегка терпким послевкусием да и сам цвет вишневого вина получается очень благородный такой темно рубиновый немногим чем-то похож на виноградное вино только более насыщенный скажу честно что на мой вкус вишневое вино это самое вкусное домашнее вино такой напиток очень приятно и на стол подать и презентовать как гостиниц своим близким поэтому пока еще полностью вишня не отошла обязательно ставьте такое домашнее вино тем более что сам процесс изготовления его совсем не сложный нужно лишь просто проявить немного терпения готовьте с удовольствием спасибо за просмотр ставь палец вверх и подписывайся на наш канал а и а и и и и и